Сегодня утром состоялась командно-штабная тренировка с руководящим заставом администрации Ленинского района, главами городских и сельских поселений, руководителями районных служб. Эти учения направлены на отработку порядка оповещения, сбора органов местного самоуправления для совершенствования практических навыков и действий при чрезвычайных ситуациях. Подробности в начале нашего выпуска. В соответствии с районным планом и по поручению главы Ленинского района Сергея Кошмана, 5 февраля была проведена мобилизационная тренировка. Учения проводились с целью проверки готовности органов управления и сил гражданской обороны при переводе на работу в условиях военного времени, а также готовности населения к мобилизации при возникновении чрезвычайных ситуаций. Командно-штабная тренировка состояла из двух частей. Первая – сбор руководящего состава администрации Ленинского района, глав городских и сельских поселений. Первый этап был тренировки. Я скажу, что подняли буквально за два часа. Где-то около 6 часов утра был подъем по тревоге. И в течение двух часов, нормативный срок, все наши руководители администрации Ленинского района, главы городских и сельских поселений, они прибыли к нам в администрацию. Поэтому этот вопрос мы решили успешно. Затем, в ходе второго этапа, заместитель главы администрации Ленинского района довел до сотрудников план действий по мобилизационной работе по вопросам гражданской обороны и защите населения от различных чрезвычайных ситуаций. Таким образом, участвуя в тренировке, руководители получили определенные знания и навыки. Каждая тренировка – разные вводные и разные решения поставленных задач. По словам Сергея Волощука, представители власти справляются с ними довольно успешно. На все подобные вводные есть определенный алгоритм действий, который мы сейчас и отрабатываем, и он отработан нами уже. Это взаимодействие с нашими правоохранительными органами, если террористическая угроза существует, взаимодействие с нашими органами МЧС, если есть необходимая защита наших жителей. Поэтому задачи слава знает и выполняет их. Периодические тренировки позволяют представителям органов местного самоуправления научиться работать в условиях чрезвычайных ситуаций более слаженно. Это, в свою очередь, позволит при их возникновении снизить риск негативных последствий для населения.